приветствую дорогие друзья пусть бог благословит нас в этом дне как всегда сегодня с вами я владимир дзюба и сразу хочу чтобы мы окунулись в слово божье и искали для себя утешение искали для себя ободрением в жизни нашей есть множество разных моментов когда у нас возникает какой-то такой вопрос а как будет а как бог поступает когда в мою жизнь приходит какие-то сложности мне приходится проходить сложные моменты в своей жизни и в этот момент я чувствую какое-то одиночество чувствую какую-то пустоту где бог почему я не ощущаю его как мне хотелось бы его чувствовать в этот момент но я верю что в любые трудности которые мы проходим если мы снаряжены через слово божье слово божье оно всегда нам будет приносить знаете как ободрение и понимание того что мы не одиноки знаете как когда мы идем в каком-то темном помещении и когда ты идешь сам ты понимаешь я сам а когда ты идешь с кем-то ты даже его и не видишь но ты знаешь он где-то рядом внутри ты это чувствуешь вот точно так же и слово божье оно нам дает понимание того что мы не одиноки в своих искушениях своих трудностях и псалом 137 7 стих я сегодня взял как слово которое мне кажется сегодня актуально для многих из нас если я пойду посередине пасти ты оживишь меня прострешь на ярость врагов моих руку твою и спасет меня десница твоя временами верующим кажется что если я следую за богом в моей жизни не будет никаких трудностей в моей жизни не будет искушений у меня не будут никаких негативных эмоций у меня все будет хорошо и это хорошо если вы так думаете но к сожалению же исследования за христом она совсем противоположно есть в ней и противление и другие переживания которые с которыми мы не очень сильно хотим идти вместе но к сожалению это есть и как я вначале горил временами когда приходят к нам трудности нам кажется что мы в этот момент одиноки и это то что как раз нам помогает слово господне когда видарит если я пойду посреди напасти если я пойду среди трудностей ты оживишь меня первое то чем нас оживляет это бог потому что временами когда приходит какое-то искушение она насколько овладевает нашими душами особенно когда где-то не бодрствовал и плоть она пробудилась она поднялась как как вулкан кажется все я не выстою я не пройду но мы должны помнить что в через какие напасти мы не шли через трудности бог всегда желает нас оживить посылая нам слово сколько раз когда руки они опускали сколько раз когда душа она в ней присутствовала чувство поверженности что ты все я проиграл и в самый критический момент приходит слово от бога который звучит для нас как ободрение некоторые люди которые проходят какое-то длительное время трудности в своей жизни они наверное больше имеют такую жажду по самому слову понимая то что ничто не может изменить ничто не может повлиять на мои обстоятельства кроме одного бога и неоднократно слышал такие свидетельства бог проговорил ко мне это то что в это время для меня ничто не является поддержкой и утешением кроме как словом божьего бог он верен если он поддерживал и оживлял давида то тем более тем более сегодня мы те кто идем за иисусом те кто сегодня находится наверно в лучшем завете через нашего господа иисуса с богом будем получать это снаряжение эту поддержку давид говорит дальше прострешь я на ярость врагов мы моих руку твою знаете временами когда огонь искушение или трудности в какое-то давление оно охватывает твою нашу душу мы в этом не видим лукавого а на самом деле в этом присутствует дьявол и ты чувствуешь как это исчезло почему бог прикоснулся своей силой и уз и усмирил ярость наших врагов духовных временами это то что переживаем из людьми которые строят какие-то планы которые свирепствуют своей душе по одной только причине что мы избрали для себя упование господа и лютуют лютуют и в какой-то момент раз все это остановилось остановилась критика остановились какие-то возмущения остановились какое-то недовольство которое действует на нас негативно бог останавливает и спасет меня десницей своей бог неоднократно наш спаситель он всегда готов нас спасать почему потому что мы избрали его как свое упование поэтому пусть бог каждого из вас благословит в этом дне я верю что для этого дня есть достаточно благодати пройти выставить для того что им для того чтобы имя господне оно было прославлено благословение вам во имя иисуса аминь